Добрый вечер! В эфире Вести Карачева-Черкесия. И все они единомышленники абсолютно разных возрастов и профессий по зову своего доброго и чуткого сердца. Они трудятся в каждом уголке Карачева-Черкесии, помогают детям, пожилым, участвуют в организации образовательных, спортивных, культурных, экологических и других мероприятий. Большое значение имеет работа волонтеров-медиков, которые находятся в госпиталях и оказывают помощь военнослужащим, героически сражающимся в зоне специальной военной операции. Дорогие наши волонтеры, большое вам спасибо за ту огромную работу, которую вы провели и продолжаете делать, за вашу активную жизненную позицию и благородное служение обществу, говорится в поздравлении главы республики. Сегодня в Черкесске состоялась 28-я конференция Карачева-Черкесского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». В ходе заседания подвели итоги года и избрали делегатов на съезд партии, который пройдет в Москве 17 декабря. Далее расскажет Дарья Тендит. В 28-й конференции приняли участие делегаты, избранные от местных отделений партии, члены регионального полицовета и приглашенные участники. Председатель парламента Карачаева-Черкесии Александр Иванов отметил позитивные изменения во всей республике благодаря слаженной работе, мониторингу и быстрой ликвидации нарушений. Сейчас ведутся капремонты школ помимо сферы образования и строительства спорт-объектов и домов культуры, социальная дегазификация, благоустройство общественных территорий и домов. На протяжении всего времени оказывается помощь семьям мобилизованных, отправляют необходимые грузы на СВО. И именно люди – наша главная ценность партии. «Единая Россия» была создана по инициативе президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. И все, что мы делаем в нашем регионе, связано с поддержкой курса нашего лидера. Это устойчивое и стабильное развитие, повышение качества жизни людей, решение повседневных и насущных проблем. В рамках конференции открытым голосованием были прекращены полномочия пяти членов политического совета партии. На их места были избраны новые. В состав президиума регионального политического совета путем тайного голосования был избран депутат Госдумы Российской Федерации Султан Узденов. Его кандидатуру поддержали 272 делегата. После избрали делегатов от Карачаева-Черкесии в Москву на 21-й съезд партии. На съезде будут также подняты вопросы ротации, обсуждаться повестка на следующий год, план действий партии на выборах президента и очередной выборный цикл, который будет проходить в 2024 году. Делегаты выбирались по предложениям местных отделений, кандидатуры сегодня будут обсуждаться и конференция сегодня утвердит все эти вопросы, которые будут на повестке. По итогам конференции делегатами избрали учителя 17-й гимназии Черкеска Назиру Абдуразакову и учителя 1-й гимназии Аула Псыш Альбину Нурлиеву. 21-й съезд партии «Единая Россия» пройдет на ВДНХ в Москве 17 декабря. Дарья Тендит, Мурад Жанкёзов, Вести Карачаева, Черкесия. И возвращаясь ко Дню волонтера, более пяти лет проводит благотворительные мероприятия, занимается благородным делом Руслан Байрамуков. Он организовывает концерты и фестивали для детей-сирот и детей-инвалидов. Руслан Байрамуков – волонтер благотворительного фонда «Территория милосердия». За активную гражданскую позицию, многолетнюю плодотворную работу, неоценимый вклад в развитие благотворительности Руслан Байрамуков награжден почетными грамотами Правительства и Народного Собрания Республики, а также памятной медалью Президента России за бескорыстный труд и акцию «Мы вместе». Моя главная задача, наверное, делать детям радость. Провожим благотворительные мероприятия, концерты. Мы ездим к ним в детские дома с подарками и стараемся им подарить тепло, радость. Хотелось, чтобы побольше таких было людей, отзывчивых у нас в республике. Есть люди такие добрые, отзывчивые, которые привозят свои угощения, подарки привозят, поют, выступают, танцуют. Спасибо и правительству, спасибо организациям, которые стараются. В каждой школе есть волонтерские отряды, колледжи. Вот мы к ним ездим с подарками. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Карачаево-Черкесии местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 11-14. Температура ночи минус 2 плюс 3 в горах до 7 градусов мороза. А днем плюс 1 плюс 6 и местами до плюс 11. Ночью и утром на дорогах гололедится. В Черкесске без существенных осадков ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 11-14. Температура ночи 0, минус 2. Днем 2,4 градуса выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедится. Более 200 тонн баранины экспортированы из Карачаево-Черкесии. Контроль за отгрузкой продукции осуществили специалисты Северокавказского межрегионального управления Росельхознадзора. Экспортным направлением в республике занимается группа компаний Домоте. Как проводится проверка на вывоз продукции за пределы страны и на каких условиях, расскажет Альбина Ламкова. Постоянно присутствуем на каждой отгрузке. Постоянно отгрузка начинается с контроля температурного режима внутри помещения и в толще мяса продукции, которая будет отправляться на экспорт. С начала 2023 года Северокавказским межрегиональным управлением Росельхознадзора проконтролировано и досмотрено 17 партий баранины. Замеряем температуру. Если это валовый продукт замороженный, то замеряем, конечно, уже таким щупом. Если же это продукция упакованная в вакуумную упаковку, так как мы не можем прокалывать упаковку, мы замеряем инфракрасным термометром. Чтобы блюда сохраняли свои качества с учетом указанного времени, температура должна поддерживаться на уровне минус 18-22 градусов, что и показал термометр. Всегда так четко? Всегда четко. Здесь камера всегда поддерживается, она автоматически регулируется температура, поэтому с перебоями температуры здесь проблем нет. Особое внимание группа компании «Домотэ» уделяет вопросам биологической и санитарной безопасности производства и качеству продукции. Осмотр помещений специалистами управления Россельхознадзора проводится в соответствии с нормативной технической документацией. Осуществляется отбор продукции и направляется в лабораторию в Ставрополе. Они проводят работы по контролю качества и безопасности продукции «Домотэ». Не было никаких у нас проблем по отгрузке, не было никакие выявленные ни нарушения, ни замечания. Экспортер обязан соблюдать требования ветеринарного законодательства страны-импортера. В рамках предприятия должно уложиться с момента убоя и до получения продукции импортером она 72 часа отводится. А по готовой продукции, по срокам хранения, по датам выработки, это все отображено и на упаковке, и на этикетке, в которой должно полностью совпадать и маркировка данной продукции. Вопросы по экспортному направлению для завода «Домотэ» начали решаться в 2015 году. На сегодняшний день это налаженный процесс. Продукция из баранины пользуется спросом не только на территории России, но и экспортируется в страны Ближнего Востока, такие как Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Катар. Продукция из Кавказа воспринимается как экологически чистый продукт и имеет большие перспективы для роста. Продукция компании «Домотэ» реализовывается в ритейле и в хорике. Наш завод сертифицирован по международным стандартам качества, безопасности продукции. Также мы имеем как внутренний сертификат «Халяль», так и международный. Ассортимент компании представлен как натуральными полуфабрикатами, так и субпродуктами. В планах расширять экспортные поставки, в том числе и в новые регионы, отметил Харон Гидеев. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Яркое событие в культурной жизни республики. В Национальной библиотеке имени Халимат Байрамуковой состоялась презентация книги «Мастера искусств Карачаева-Черкесии». За подготовку проекта этого издания автор Тамара Хабчаева удостойна гранта президента Российской Федерации. Подробности у Али Баташева. Книга объемом свыше 600 страниц содержит биографические сведения о мастерах искусства Карачаева-Черкесии. Состоит из четырех разделов – изобразительное искусство, музыка, танцы и театр. Именной указатель позволяет читателю быстро найти необходимую информацию. В этой книге 181 биография. Кроме краткой биографии есть творческий путь и библиография. То есть любой желающий может обратиться к библиографии и посмотреть в источниках, где что есть. Презентация книги отличалась особой торжественностью, собрав в одном зале художников, поэтов, писателей, артистов и всех неравнодушных к искусстве и культуре. Каждый участник, присутствующий в этом зале, тот герой, который указан в этой книге, он заслушивает отдельного произведения и отдельной книги. Но сама книга «Мастера искусств Корчаевой Шартисти» является тем памятником, который мы сегодня держим в своем положении. Танцевальный коллектив «Корча» под руководством Народной артистки Республики. Тамара Уртеновой порадовал зрителей, исполнив попури из песен на пяти языках народов Республики. Работа над книгой продолжалась в течение трех лет. Сотрудники библиотеки кропотливо собирали разрозненные сведения о каждом представителе искусства Карачаева-Черкесии. Сотрудники отдела литературы по искусству работали, добывая с трудом каждую фотографию, каждую информацию. К некоторым героям могу сказать сегодня уже открыто. Некоторые наши работники ходили по шесть раз, чтобы добиться, выбить у этого человека нашего заслуженного хотя бы фотографию, хотя бы биографию. Получение гранта президента страны – это большая победа. Признание труда и профессионализма работников библиотеки. Это издание возвращает нас к духовным истокам, способствует сохранению национальной собобытности, укрепляет мир и согласие в обществе, говорили на презентации. Мастера искусств, присутствующие в зале и на страницах издания, благодарили работников библиотеки за вышедшую книгу. Я считаю, что это вообще бесподобное издание. Я хочу еще раз поблагодарить всех, кто трудился над этим сборником. В ходе мероприятия в торжественной обстановке Рашиду Хатуеву и Есему Амчуеву были вручены удостоверения члена Союзов писателей России. Одним из самых запоминающихся музыкальных подарков стало выступление ансамбля «Кавказ» под руководством народного артиста Карачаева-Черкесии и заслуженного работника культуры Российской Федерации Эдуарда Хугаева. Али Баташев, Ренат Муков. Вести Карачаева-Черкесия. В рамках проекта «Билет в будущее» школьники из Карачаева-Черкесии побывали в детском лагере «Орленок». Ребята вернулись и поделились с нашей съемочной группой, как представляли свои проекты, какие привезли оттуда новые знания, море впечатлений и незабываемые знакомства с участниками из других регионов. Смотрите подробности. Девять участников проекта «Билет в будущее» из Карачаева-Черкесии получили путевки во Всероссийский детский центр «Орленок» за личные достижения в федеральном проекте. С 31 октября по 20 ноября участники провели в лагере «Штормовой» на техносмене «Море. Вектор. Будущего». Участвуя в программе, каждый подросток посетил образовательные курсы Академии морских профессий, где получил теоретические знания и практический опыт их применения. Мы активно принимали участие в проекте, тем самым нам удалось побывать во Всероссийском детском центре «Орленок». Мы познакомились с ребятами из разных регионов нашей страны. Нас научили морским дисциплинам, например, таким как текелаж, барабанное дело и семафор. В конце смены каждый ребенок мог сдать на юного моряка. Изучая открытия, совершенные российскими инженерами, судостроителями, а также знакомясь с современными тенденциями в мире технологий промышленных производств, каждый участник расширил свои знания и представления о технологиях проектирования и конструирования, получил опыт коллективного и индивидуального создания технических, исследовательских, игровых и творческих проектов. «Орленок» – это достаточно масштабный, получается, лагерь. Он очень запоминает все прекрасные эмоции, такая атмосфера невероятная, что слова меня писают. Тебя окружают уйма хороших людей, прекрасные вожатые, и все это, как сказать, незабываемое ощущение. Стоит отметить, что каждый участник смены получил сертификат о прохождении курса Академии морских профессий. На протяжении всех дней девчонки и мальчишки проявляли свой потенциал в творчестве, науке, знаниях, спорте и лидерстве. Смена оставила яркие воспоминания у участников. Орляты нашли новых друзей и вернулись домой с желанием достигать новые успехи. Альбина Курочинова, Кенжи Варинат Муков, Вести, Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Тайны следствия». Я прощаюсь с вами. Всего доброго.